Следующий у нас на очереди такой человек, как Ноах, или Ной. Удивительный человек. Единственный праведник на всей земле, который стал патриархом рода человеческого после потопа. Чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Конечно, после Адама это все произошло. Это произошло не до него, но еще и после потопа. Мы немножко уточним. Итак, очень интересно, что здесь мы читаем в этой истории первый раз такое понятие, как чистые и нечистые животные. То есть Ноах каким-то образом уже знал, что ряд животных будет чистым, а ряд животных будет нечистым. Откуда он это знал? Мы не знаем. Но, во всяком случае, они уже появились, такие как чистые и нечистые. В этой истории мы первый раз встречаем такие слова, как жертвенник, жертва и всесожжение. Жертвенник и всесожжение. Жертва и всесожжение. Отметили себе, да? Появляется такое понятие, как чистое животное. Появляется такое понятие, как жертвенник, жертва всесожжение. Какие-то странные слова, странные понятия. Нигде особым образом они не были для нас освещены. Но они появились. Просто вот читаем и есть. Да? Итак, мы видим некоторые события. Я не буду сейчас долго описывать, что Ной был проповедником, сколько он строил ковчев, как это все происходило. Да? Мы сейчас не будем этому посвящать свое время. Мы просто скажем. Восьмая глава бытия. Двадцатый стих. Что-то происходит. Он построил, он завел туда животных, некое количество. Каждые твари... По паре. Угу. Значит, каждых животных было сколько? Чистых больше. Молодец, внимательно читал. А чистых сколько было? Семь по семь. Молодцы. Все услышаны? Итак. Всех животных действительно было по паре. Потом появилось уточнение, что чистых должно быть семь пар. Потому что если он потом принес бы чистых в жертву, а их бы было по паре, размножение осталось бы затруднительным. Бог наперед знал, что Ной что-то сделает с ними. Наперед знал? Да. Он наперед ему сказал, вот этих возьми больше, чем всех остальных. Да. И они, в общем-то, изошли, и их было больше. Он не отгонял. Чистых говорил, уходите, у вас только такое количество должно быть. Нет. Чистых было больше. Итак, он цельный год находится с ними в Ковчене. Мне чисто интересно такой вопросик. Легкий, незамысловатый. Скажите, пожалуйста, а чем целый год занимался Ной? Служил уже лет. Кормил. Кормил. Спасибо большое. Дальше что он делал? Убирал. Убирал. Представляете, если бы он не убирал за ними в течение года. В замкнутом пространстве. Такое количество животных. Запах был бы, закачаешься. Он бы, я не знаю, очумевший ходил. Чтобы потом можно было не пить никогда. Можно было стать токсикоманом. Так вот. Очевидно, они занимались тем, что они ухаживали за этими животными. И как это ни странно, когда человек ухаживает за животными, он что делает? Что, что, что? Размышляет. Размышляет еще. Созерцает. Дальше. Пачкается. Пачкается, понятно. Большое спасибо. Привязывается. Нет. Привязывается. Послушайте. У вас Шреба, он имеет дома такую собаку? Да. Ой. Вы знаете, там произошли некоторые события. И эта собака, она покинула его жилище на какой-то срок. Да. Вы догадываетесь. Вы догадываетесь, да? Да. И что-то с их сердцами случилось. Случилось. Они, да, созерцали. Они смотрели на нее, она там белая. Они созерцали. Они, может, даже и размышляли. Они там ее мили, сушили, потом вытирали за ней. Да? Они все это делали. Целовали они ее. Не думаю, что Ной целовал всех животных. Ну, что-то у них там происходило. Но их сердце, оно привязывалось. И это нормально? Конечно. Что-то нормально. И когда этой собаке вдруг почему-то не стало, ну, они и так решили, их сердцу стало тяжело. И они захотели ее вернуть. Ну, и вчера счастье состоялось. Возвращение блудной собаки. Я не буду вам рассказывать, что-то происходило там. Как они все радовались. Собака, дети. Как все было? Это было хорошо. Но послушайте, что-то происходит с нашим сердцем. И это нормально. Когда находится какое-то животное, хотим мы этого или не хотим, мы к нему привязываемся. У меня дома тоже есть собака. И, в общем-то, я, дети, мы хотели завести эту собаку. Моя супруга не очень рвала из семьи дома животное. Но путем долгих переговоров мы имеем дома собаку. Как это ни странно, она к ней привязалась. А она с ней находит общий язык. Они там общаются периодически. И она говорит, выйди. Когда та что-то делает не то, она говорит, иди в баню. Баня в коридоре. Ну, что-то происходит у нас дома. Это нормально. Мы привязываемся к животным. Иной он находился тоже с этими животными в одном помещении целый год. И он за ними, как это ни странно, ухаживал. И я думаю, что он был человеком не худшим, чем мы с вами. И думаю, что каким-то образом он тоже привязался к этим животным. Но странные вещи, которые он собирается делать, когда он сходит на берег. Но и пережил он, в общем-то, достаточно невероятное событие. Но и пережил нечто такое, что, пожалуй, не переживал ни один человек на земле. Почему? Я думаю, что даже и здесь присутствующих есть люди, в жизнь которых Бог вмешивался сверхъестественным образом. Есть такие люди. Я так думаю. И видите, я правильно думаю. И когда он вмешивался в жизнь этих людей, в жизнь мою, он вмешивался сверхъестественным образом иногда, спасая нас от смерти. Да? Это нормально. И в жизни Ноя произошло такое же событие. Бог вмешался в его жизнь. Он дал ему откровение. Он дал приготовиться к событию, которое постигло всех остальных. И он спас его и его семью. И удивительная вещь. То, что пережил Ноя, и то, чего мы не переживали. Когда Бог вмешивался в нашу жизнь сверхъестественным образом и спасал нас, да? Все остальные люди как? Нормально себя чувствовали? Они жили своей жизнью. У них особых проблем не было. Проблемы были у меня. И Бог вмешался в мою жизнь, а они жили себе нормально. Да? Все хорошо было. То есть здесь ситуация была несколько другая. У всех были проблемы. И все умерли. А один Ной остался жив. Теперь представьте себе, что только Ной и его семья остались живы. А все остальные люди на земле умерли. Ничего себе, да? Некоторое отличие есть, да? Тут все как бы жили нормально, а только вопросы были у нас. И, в общем-то, Бог спас нас. Но там у Ной не было особых проблем. Бог спасает его, а все человечество погибает. Еще удивительная часть. Бог спасает для Ной привычный для Него мир. После потопа его окружают родные ему люди, животные, которые были до потопа, и растения, которые были, собственно говоря, до потопа. Мир, который окружает Ноя, он точно такой же, который был до потопа. Бог оставил для него привычную среду обитания. Он не создал ее заново. Мог? Легко. Но он оставил привычный Ною мир. Чтобы Ною было достаточно комфортно. Шикарно, да? Итак, 20 глава бытия. Что Ной делает? 8 глава, 20 стих. Я прошу прощения. 8 глава, 20 стих. Что делает? И устроил Ной жертвенник. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес его все сожжение на жертвенник. Ну, мы все хорошо понимаем, что количество животных, к примеру, птиц, не увеличилось. Процесса эволюции не было. Виды не умножались. То есть, раньше их было столько же, сколько их сейчас. Это понятно? То есть, там не было одна уточка, а теперь мы имеем все разнообразие летающих. Да? То есть, количество животных уменьшилось, по сравнению, с сегодняшним днем. Не увеличилось. Уже некоторые виды животных, они исчезли. А на тот момент времени, они еще все-таки были. Теперь вопрос к некоторым людям, которые, может быть, что-то понимают в кашуте. Скажите, пожалуйста, а количество чистых животных достаточно большое? Ну? Нет? Не надо пытаться найти правильный ответ. Скажите, как вы думаете? Потому что вы так думаете. Это достаточно. Немного. Немного. Скажите, пожалуйста, птица – это чистое животное? Ну, из-за чего же обратно? В принципе, чистое, нечистое, вообще зависело обратно от полноценности животного. Да, да. Мы говорим виды, мы не говорим о том, что животное полноценное или нет. Почему? Потому что обратно, чтобы, допустим, был полноценный вид, который соответствует, у них было немного соответствия. Видов было немного? То есть животных было чистых? Не-не-не-не. Видов, видов. Мы говорим не… Мы не говорим сейчас, что это животное соответствует или не соответствует. Видов. Видов. Вот сейчас видов. Немного. Немного, да? Вы так думаете? Я думаю, что… Это немного. Больше. Это чистые головицы. Это чистые головицы. Это чистые головицы. А вот он был поставлен больше чистых или нет? Нет, вообще. Много ли чистых видов? Я думаю, есть. О, мой кровь. Скажите мне, пожалуйста, птиц чистых достаточно количества? У которых правильно все с коготками. Для чего? Для жаркости? Конечно. М? Животных, которые жуют жвачку. И копыта которых не… Разбивали. Немного? Много, много. Если учесть, что мы говорим о всех животных, населяющих всю планету Земля. И о всех видах. Представьте себе, сколько видов птиц. И сколько из них соответствует понятию чистого животного. Ура, ты обрался подхода к ценности. Ценного мало. Не, 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 не. Еще раз, смотрите. Мы говорим о видах животных. Не о самом животном, о его виде. Я понимаю, но послушайте, не было описания еще на тот момент, какое животное считать чистым, а какое животное считать нечистым. Какие нюансы кашрута стоит учитывать при отборе данной птички? На самом деле, если мы задумываемся, да, чистых животных очевидно меньше, чем нечистых. Но если взять абсолютное количество животных, населяющих нашу планету, то для того, чтобы зарезать количество чистых, мало не покажется. я говорил о том, какой труд ему предстояло сделать. Много ли животных ему приходилось убивать, расчленять? И при всем при этом ему надо было сделать соответствующего размера жертвенник, заготовить соответствующее количество дров, потом убить всех этих животных и потом их сжечь. Это был легкий труд? Нет. С одной стороны, было тяжело убивать этих животных, чисто с моральной стороны, когда ты к ним привязался. С другой стороны, и физически, построить жертвенник, заготовить дрова, убить животных, потом их спалить, это было не совсем простое занятие. Когда мы читаем, мы читаем, построил и принес. И как бы мы не видим тяжести всего этого процесса, и мы не видим еще одной части бессмысленности этого процесса. Еще раз, мы не видим тяжести и бессмысленности этого процесса. потоп остался где? Потоп остался позади. Изменяет ли это жертвоприношение ход в событии? Нет. Все позади? Все позади. если бы он принес эту жертву до потопа, было бы понятно, благодаря этой жертве, ура, аллилуйя, он посеял, и Бог его спас. Он пожал. Да? Но он ничего не сеял, уже все позади. Уже все состоялось, он уже вышел на сушу, уже понятно, и потоп, его странствование погодом закончилось, все, он уже вышел, смахнул пол с лба и сказал, закончилось, все, уже спасение совершено, теперь вот земля, животные могут идти размножаться, все отлично, для меня мир опять стал существовать, все состоялось. Жертва влияет теперь на события, которые происходят? Нет. Они уже произошли. и они уже находятся где? В прошлом. Но человек, несмотря на то, что события уже, в общем-то, по большому счету, состоялись, да? Они уже произошли, и все уже, собственно говоря, хорошо. Да? Все уже хорошо? Жизнь удалась? Но он решает сделать что-то, он решает убить тех животных, которым он привязался, он решает совершить достаточно большой труд, достаточно большой труд, труд может быть даже и не одного дня, далеко не одного дня, потому что нужно было построить жертвенник, нужно было заготовить дрова, нужно было развести огонь, нужно было убить животных, и нужно было их сжечь. Это большой труд, который абсолютно не имеет чисто с прагматической точки зрения никакого смысла, кроме одного. Какой смысл? Благодарность за то, что произошло. И написано в 21 стихе, «И обонял Господь приятное благоухание». Приятное. Я всегда спрашиваю, вам нравится запах паленого мяса? Нравится? Нет? Неужели у Бога что-то со вкусом? С обонянием? Это был не шашлык. Я понял. В контексте имеется в виду обонять благоухание благодарность. О! Большое спасибо. Теперь мы говорим об одном и том же. Он обонял благодарность. Ему понравилась благодарность, которую выражал мной в своих действиях. Все сражения куда были направлены? И это было что? и было приятно. Богу было приятно. И Бог решил что-то сделать для Ноя в ответ на то, что Ноя сделал, выражая свою благодарность. Что? Бог благословляет. Бог благословляет. И в это благословение вошли все люди, живущие после Ноя до сегодняшнего дня. И Он говорит, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зла от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как сделал я. Впредь во все дни земли сени и жатва до сегодняшнего дня мы сейм и жнем, холод и зной до сегодняшнего дня, лет и зима, день и ночь не прекратятся. Что-то изменилось с тех пор? Нет. Странно, Бог был верен этому слову. И Он говорит, это потому, что Ной был просто благодарным. И здесь мы видим некое развитие взаимоотношений. Если в прошлый раз мы видим, что Авель был принят и был принят его дар как свидетельство, то здесь мы видим, что Бог не только принимает Ноя, но Он благословляет всех его потомков. Он вступает в завет в завет ноем и со всеми людьми. И знамение этого завета мы можем видеть до сегодняшнего дня. Послушайте, Богу так понравилась благодарность Ноя, что Он вступил в завет со всеми людьми до сегодняшнего дня. Мы видим знамение этого завета. Но некоторые могут сказать, послушайте, Ноя сделал такую вещь, и понятно, что Богу это понравилось, он же принес чистых животных. Он же не просто так, он же чистых. И поэтому Бог, ну ему некуда было просто деваться, и конечно принял, ему так понравилось. Притчи 21-27 Притчи 21-27 Жертва нечестивых мерзость, и особенно когда с лукавством приносят ее. Она может быть принесена по всем правилам? Да. но при этом являться? Да? Притчи 28-9 Притчи 28-9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Притчи 15-8 Жертва нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна. Амос 5-я глава 21-22 стих Амос 5-я глава 21-22 стих ненавижу ненавижу отвергая праздники вашей и не обоняя жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебные приношения, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Бог говорит, послушайте, меня не интересуют сами жертвы без вас. Меня интересуете вы. И если с вашими мотивами не все понятно и не все правильно, Исаия 1-я глава с 11-го по 13-й стих. Исаия 1-я глава с 11-го по 13-й стих. Посолом 49 с 10-го по 13-й стих. где Бог говорит, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, зная всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли я кровь козлов? Бог в этом не нуждается. Жертва наш дар не имеет абсолютной ценности. Мы имеем ценность. Наше отношение имеет ценность. Это Всевышний ценит. Сами дары и сами жертвы не имеют никакой абсолютной ценности. Итак, Бог вступает в завет со всеми людьми, в том числе и с нами. И благословил Бог и сынов Его и сказал им плодитесь и размножайтесь. 9 глава с 1 стиха. До страшится и дотрепещут все звери земные, все птицы небесные, все что движется на земле и все рыбы морские. В руки ваши отданы они. Все движущие что живет будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, кровью не ешьте. Теперь мы видим, что животных стало можно и это благословение, которое получили потомки Ноха. И я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним. Вот я поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас и со всякой душой живой, которая с вами с птицами и со скотами и со зверями земными, которые у вас во всем вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошении земли. И сказал Бог Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами и между всякой душой, которая с вами в роды ваша навсегда. И полагаю радугу мою в облаке, чтобы была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако наземную, то явится между вами. Аллилуйя. Послушайте, жертва благодарности одного человека имеет последствия для всех людей, живущих на этой земле до сегодняшнего дня. Благодарность одного человека. Можете себе представить? Насколько Богу понравилась благодарность. Но и договорился на будущее. Он просто был благодарным за то, что Всевышний уже сделал для Него. так мы понимаем все? Так? Нет? Отлично. Теперь следующий, о ком бы хотелось поговорить, это отец всех верующих, которого звали как? Авраам. И хотелось бы поговорить о том событии, которые связаны с упоминанием чего? Первый раз в Библии, что мы можем встретить? Нет, жертвы мы уже встречали. Десятину, большое спасибо. Завет мы уже встречали, десятину мы еще не встречали. и финансовых заветов, кстати, мы тоже не встречали, будем встречаться чуть позже с ними, но здесь мы будем говорить о десятине. Была удивительная встреча, которая многие придают очень большое значение, она очень интересна по своей сути, и мы потратим некоторое время, разбирая эту встречу. Авраам был интереснейшим человеком, и что-то в его жизни произошло, после чего он решил покинуть Ур Халдейский, и он отправился в странствование. Мы с вами говорили, что некоторые события произошли, когда он отправился в странствование, его жизнь была весьма любопытной, много событий в его жизни было, и он получил призыв выйти из Ура Халдейского, и он вышел из Ура Халдейского, и отправился в землю Ханаанскую, но что он сделал? Остановился в Харане. Потом, после смерти своего отца, он пошел куда? Хана. Я правильно все ничего не перебудил? Да. Да? Отец вышел. Отец вышел. То есть, давайте еще раз. Я просто, мне надо закончить пару, потом мы уже начнем с новой пары, уже про события в 14 главе подробно, пока мы просто так развлекаемся. А? Я, в общем-то, слежу за временем, как это ни странно. Поверьте мне. Я там смотрю, у меня часы лежат. он вышел из Ура. Я не ошибся? Нет. И вышел он с кем? Тут правда написано. взял Терах Авраама, сына своего, Илота, сына Аранова, и внука своего, Сару, невестскую свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ним из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но войдя до Харана, они остановились там. Терах, да. Он же Фара. Итак, дошел он, да, 2 Р, дошел он до Харана, и остановились там. И было дней жизни Фара 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома твоего, в землю, которую я скажу тебе, и произведу у тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и благословляющих тебя прокляну, и благословляться в тебе жену свою, и брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане. И вышедшие, и пошли в землю, куда? К нам. К нам. Повторяю свой коварный вопрос. Он выходит отсюда с папой, папа умирает, и он продолжает свой путь. Я правильно понял? Так все видят перечень событий, которые произошли. Да? Нет. Тут же есть особое мнение. А? 12. 11-12. Нас интересует папа. Еще раз. Вы невнимательно слушали. Меня интересовала жизнь папы. И меня интересовала во всем повествовании не личность Лота и его жены. Меня интересовали взаимоотношения Авраама и его папы. И меня интересовала последовательность. Они выходят вместе с Ура. Здесь папа умирает, и они дальше продолжают свое путешествие уже без папы. Это понятно? Ваша реплика. Чего? Не понял? обрабатывать информацию которую только что получилось. Молодец. Ну-ну. Так все согласны теперь с таким повествованием? Да. Там так написано. Теперь читаем внимательно 11 углу 26 стих. Фара жил 70 лет 70 лет И родил кого он там? Авраама, да? Да. Сколько папе было лет? 70 Меня просто интересует когда Аврааму было 75 лет сколько было папе? 145 Большое спасибо. А жил Фара сколько? 205 Когда Авраам решил покинуть папу? Авраам решил покинуть папу когда? 145 лет Когда папе было сколько лет? 145 Он еще был Я прошу прощения кто? Кто они? Папа Папа да он дожил до 205 но явно остался где? Хараня А Авраам там был? Был ушел так после смерти папы он ушел перед смертью буквально лет за 60 судя по тексту лет за 60 Так кто-то потерялся по дороге Как вы так читали? С каждым днем все внимательно все здесь он родил Ну как? Я сейчас понял что состыковалось Все состыковалось Все состыковалось у всех? Что не состыковалось? Когда закончишь скажешь Теперь ну за исключением буквально одного человека все у всех состыковалось? Да Но на самом деле его звали Терах в русском переводе это Фара Там все попутано с именами С и Ш там наглухо все перепутаны Самуил был Шмуэлем Соломон был Шлема Шломов в смысле Ну и так дальше Там с именами все Ну понятно Но стал Ноем Моше Моисеем стал Ну и так дальше Мирьям стал Амарией Ну и все хорошо Маша Наша Маша Но не их не Мирьям Понятно Да Все там внимательно читают Комментарии Причем как в очень редких комментариях вы найдете этот разбор Потому что согласно иудейской традиции было положено погребать своих Когда в Бритхадыша один человек обращается к Ишуа говоря позволь мне похоронить Понятно что папа мертвый не лежал дома Некоторые люди считают что он просто на похороны не разрешил остаться Что там покойник был дома А Ишуа был таким жестким что сказал Ну не совсем так в еврейской традиции в общем-то было нормально погребать своих отцов поступок Авраама шел в легкую конфликт выходил в легкий конфликт в общем-то с традиционным пониманием поведения детей Есть такая буква да? Все понятно? Откуда же у нас на самом деле взялось представление о том что он дождался смерти фары и потом продолжил свое путешествие Не, не, не часто сказать не надо Просто мы говорим откуда оно взялось Откуда взялось это представление Не размышляли Не размышляли Не внимательно читали А теперь я вам рассказываю природу представлений Вы все поняли что вы не помните откуда оно Все поняли? Все здесь все нормально все меня хорошо видят и не поняли да? Теперь я внимательно читаю Но он сказал мужи, братья и отцы послушайте Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему выйди из земли твоей из родства твоего из дома отца твоего и пойди в землю которую покажу тебе и когда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в землю сию в которой вы ныне живете как теперь с представлением стало? Деяние седьмая глава речь Стефана вот так иногда формируется представлением понятно да? седьмая глава Деяния и там сначала будет речь Стефана в самом начале со второго стиха понятно теперь с представлением хорошо после перерыва мы вернемся уже плотно к Аврааму до сих пор до сих пор